не на того наехали всем привет говорит и показывает москва с вами андрей сегодня у нас он пока обзор вот такого двойного пака от компании нека изданного к 30-летию фильмы чужие миссия спасения ньют или спасение тритона это прозвище было робекки девочки которая спасала рипли такой классный фанатский пак как я понимаю сделан для возможной диорамы гнезда чужих тогда когда рипли спасая ньют вместо того чтобы выбраться из улья оказалась чуть ли не в самом центре непосредственно в палатах королевы среди кучи и из чужих неожиданно эпичная сцена захватывающий можно сказать поэтому нега решила порадовать фанатов и этот пак соответственно двойной выпустила данный пак был выпущен 2016 году были бутлеги и вот последнее время появились свежие пиратки там по качеству все очень плохо самое главное просто сравнить с оригиналом если будете поэтому данном случае за этот экземпляр я уверен покупала достаточно давно проверенного продавца естественно выглядит лучше намного чем то что сейчас подделки да и лучше чем контрафактные версии которые продавались вскоре после издания этого двойного пака так что давайте посмотрим на пак поближе итак крючочек у нас был пластиковый прозрачный смотрит направо здесь у нас постер ко второму фильме чужих теперь это война реплис ньют в гнезде королевы стикер чужие 30-летие это прям отдельная наклеечка такая очень качественная видите какая детализация хорошая здесь контраст очень хороший на заднем фоне все видно различимо так с правой стороны у нас вот такая информация резкий ньют делюксет делюксовый пак у нас то есть с этой стороны это уже не наклейка напечатано здесь у нас чужие нека сзади у нас вот такие обязательные промо-фото вот когда репли несла ньют здесь она его опустила на землю чтобы можно было сражаться это сцена когда она подпалил гнездо королевы так небольшая история о том как репли пришлось снова с чужими столкнуться включает репли ньют огнемет пульс ружье винтовка с эффектом стрельбы но также здесь по моему есть голова куклы ньют так сверху у нас вот такая информация замерим скотч тогда он был еще квадратный пусть это у нас где-то 1 и 7 сантиметра и снизу вот такая важная информация значит 5 сентября 16 года дата издания зафиксирован в дата коде жирники от 0 до 3 тоники ободок символы переработки рель то есть без белых вставок репли носит кроссы рыбок поэтому здесь есть лога рыбок здесь жирный такой шрифт так теперь посмотрим что внутри такой отворот отворота здесь классная сцена вот и здесь у нас репли снют при принесет ньют спасает ее все очень круто и здесь как будто бы она стоит внутри кладки окей давайте вскроем коробочку так открываем вот здесь сверху там тоже продолжается как будто внутри палаты королевы вот так выглядит на блистере сет упакован черные проволокли смотрите в каких местах непосредственно привлечено вот здесь аксессуар главы куклы о котором я говорил здесь у нас эффект выстрела загнемета на скотче вот так вот и с этой стороны мы видим отличные узелки сделаны инструментом хороший признак оригинальности также на блистере есть цифры 516 08 окей сейчас их отсоединю и продолжим начнем наш обзор с аксессуаров вот такой у нас эффект выстрела из огнемета очень классный прозрачный оранжевый вот они помню такие эффекты были в других пак такой формы такого цвета возможно они были закрашены желтым в данном случае очень классно выглядит так голова куклы ньют если не ошибаюсь куклу звали кейси эти какая она маленькая с ноготок можешь сказать но даже в этом случае и прокрашенные глазки и даже губы классно даже волосы с разными тенями но она не полная как в фильме да но все на очках легко теряется будь внимательным и теперь сами фигурки посмотрите насколько внимательно нек относится к своей продукции зная что фигурки могут длительное время храниться в коробках они разъединили фигуры вот таким такой пластиковой полосочкой полиэтилена чтобы не сохлись не слиплись фигурки это очень достойно уважения так поэтому мы этот упаковочный момент берем полиэтиленчик и посмотрим на отдельные фигурки поближе вот так это выглядит рипли держит ньют сцены из фильма идеального создается так у нас тут еще даже вот видите давайте уже ньют снимем за рипли вот еще полосочек и посмотрим отдельно на фигурки артикуляция стандартная как у всех людей единственное что чувствуется премиальное завершение да вот фигурки смотреть насколько четко как глаза выполнены брови сейчас у бутлегов они сделал сделано просто ужасно даже зубы покрашены вот резцы в рипли верхние да то отдельно покрашены то есть это очень классно сделано вот это изумление это как она впервые узрела королеву прическа и и краска такая блестящая классно сделал там уши видно грязная волка у нас стандартное пульсовое ружье да с огнеметом в данном случае спаренные они не склеены скорее всего я даже не буду до конца все это как сказать снимать отдельно показывать достаточно стандартные аксессуары сто раз уже мы это видели просто посмотреть детализацию молнии выделены пятна на штанах кроссовки рыбок так сзади выглядит очень здорово так тут у нас фокус убирается резорт и здесь неко 2014 молд ботинок видимо старый сделано в китае окей теперь ньют ньют в данном случае представляет собой больше как аксессуары фигурки рипли вот у него даже притянуты руки упаковочные веревочкой так вот чтобы позу и сохранить пока паки но это на то что это не отдельный пак ньют она тоже сделано очень хорошо смотрите хорошо прокрашены глаза но тем не менее не то как сейчас будут ли не сделаны разная шея чумазый вид ручки тоже грязные ньют также отдельным паком выпускалась вот самостоятельно пряжки выделены очень здорово здесь неко ну наверное двадцать шестнадцать если не ошибаюсь плохо видно так здесь у нас также отдельно сниму видео про сингл пак ньют можно будет сравнить но в данном случае даже виде аксессуары она сделана очень хорошо так ну так как ник не стандартная фигурка глава у него делится независимо от шеи руки 360 есть отведение руки есть небольшой локоть вот есть кисть которая сделана и сама кисть двигается вместе с частью рукава увидеть так у нас также есть талия есть движение грудной клетки так многие соответственно у нас на шпагате вперед-назад небольшая коленка вот ботиночки тоже крутится прикольно здесь распоротый распоротый брючин и там видно нога это тоже выкрашено с носочком шнурки все выделено отлично похоже адидас вот поэтому детализация однозначно на высоте ну что ж очень классный пак если сможете найти оригинал вот идеально подходит для сцены диорамы гнездо королевы так сказать очень круто сразу две фигурки можно за раз купить что отдельная рипли отдельно ньют ньют вообще это по моему шестнадцатого года эксклюзив был если не ошибаюсь сложно найти то это этот пак более массовое так сказать массовое производство было поэтому всем рекомендую тут комплектист или кто хочет делать диорам ну а так это чисто фанатский наборчик поэтому в основной массе коллекционер можно и пройти всем спасибо за просмотр всем пока